Доброго здоровья! С вами Нелнара. И сейчас я с вами поделюсь информацией, которая постепенно рассекречивается, но этот процесс идёт очень и очень медленно. И сейчас речь пойдёт о Тёмном флоте из секретных космических программ. Свидетель, заявляющий, что он служил в составе Тёмного флота, на Ахтваффен, дал интервью. Здравствуйте! Меня зовут Джоэль Лейки. Я был в секретных космических программах. И как и у всех других источников, там у меня было другое имя. Я был известен как генерал Хендрикс. Я был суперсолдатом и работал непосредственно под командованием рептилий. Я на 40% рептилия и на 60% человек. У меня множество воспоминаний со службы в СКП, секретная космическая программа, включая программы подготовки, военные операции, в том числе миссии с перемещением во времени. Я также являюсь звёздным семенем и происхожу из цивилизации Икарта. Мы — раса шестого измерения. Мы прибыли сюда в команде из пяти человек на световом корабле. С самого детства я помнил свои прошлые жизни и всегда говорил своей маме, что она моя мама только на Земле и что у меня было множество жизней на других планетах и в других измерениях. Меня выбрали для работы с рептилиями в СКП в этой жизни, так как у меня были воплощения и жизнь среди рептилий в прошлых жизнях, а также ДНК рептилий, которая делала меня очень ценным для них. Основной корпус тёмного флота состоит из рептилий и управляется ими. Впервые меня забрали с Земли на Луну в возрасте шести лет, где мне предложили разные сферы, в которых меня могут задействовать. На экране было пять вариантов на выбор. Я помню, что были варианты «Мировая элита» и «Марс». Я выбрал Марс, так как помнил о своих прошлых воплощениях на этой планете. После того, как я выбрал тематику своей будущей работы, меня отправили в лабораторию, где в мой организм влили кровь рептилий и другую розовую субстанцию, после чего я потерял сознание. Когда я очнулся, моё тело было полностью изменено. У меня была ярко-белая кожа с чешуей, рост примерно 2 метра 40 сантиметров, твёрдое мускулистое тело и крестовидные зрачки, вертикальные и горизонтальные. У меня практически исчезли все эмоции, кроме агрессии. Было сильное ощущение внутренней дисциплины и готовность подчиняться командам. С этого момента началась моя подготовка. Несмотря на обработку, многие из нас в процессе жестоких тренировок и тестов, таких как прыжки с большой высоты без колебаний, убийство человека без колебаний и так далее, вспоминали свою истинную природу и множество раз пытались сбежать с тренировочных баз. В конце концов, нас возвращали и ещё глубже перепрограммировывали наше сознание, чтобы мы лучше подчинялись командам. Во время миссии с перемещением во времени я побывал в периодах Первой и Второй мировых войн, а также отправлялся во времена Римской империи. Негативные инопланетные группы пытаются изменить ход ключевых событий прошлого, чтобы люди не могли пробудиться в настоящем. Во время миссии в разные периоды прошлого мы использовали аватары. Так что если нас убивали там, то наша душа возвращалась в оригинальное тело в точке отправки. Звёздные семена приходят на Землю как волонтёры, чтобы помочь людям в переходе на другой уровень сознания. Сейчас нас около 60 миллионов. У многих из нас трудная жизнь, так как она связана с определённой проблемой, которую мы трансформируем, проживая её на своём опыте. Многих перехватывают и используют негативные группы из-за наших способностей и с целью заморозить процесс пробуждения на планете. Мои воспоминания о службе в тёмном флоте вернулись, когда мне было 26 лет, через 20 лет после того, как я был забран. Сейчас мне 31 год. Недавно меня снова активировали для работы и выполнения миссий, но в этот раз уже на позитивной стороне. И название «тёмный флот» очень условно. И понятие «тёмный» обозначает, что флот неизвестный, засекреченный, тщательно скрываемый, уходящий в тень, в неизвестность, в режим секретности теми организациями, которые поддерживают эту секретность на протяжении многих и многих лет. «Тёмный флот» — это очень большая и масштабная организация, имеющая базы в нашей Солнечной системе в облаке Оорта, на некоторых планетах галактики Млечный Путь, а также совершающая рейды по захвату планет. И эта организация продолжает попытки захвата новых планет, новых цивилизаций, правда, с переменным успехом. Итак, интересно ли вам дальше узнавать о «Тёмном флоте» или о тайных космических программах? И если да, то напишите об этом в комментариях. И на этом мы с вами прощаемся, но только до следующих встреч!